Сначала мне очень приятно вас видеть вот в этом зале. Я даже не думал, предлагая эту тему, что она заинтересует такое количество людей, которые, в общем-то, вроде бы все уже знают про человека, про обезьян. И тем не менее, то, что вы здесь в таком количестве присутствуете, говорит о том, что, оказывается, много чего нам еще и не изведано, и не поздано. Моя сегодняшняя лекция посвящена такой достаточно банальной, может быть, теме, тому, что мы с вами произошли от обезьян. Надо сказать, что в настоящее время эта теория, она оспаривается даже некоторыми, так сказать, учеными, я не скажу, что шарлатанами, а учеными, поскольку слишком много фактов, которые говорят о том, что мы так далеки от них. Но, тем не менее, пока существует только одна теория, которая говорит четко и ясно. Мы с вами произошли от приматов. Ну, в этом плане вот и моя тема как раз посвящена некоторым аспектам именно этого, скажем так, вопроса. Я не представился, еще раз просто хочу повторить. Зовут меня Эльгизар Альясович, фамилия Майя Рахимов. Я заведующий кафедр биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Казанского федерального университета. Итак, мы с вами теперь уже знаем, мы выяснили, что наши ближайшие родственники это приматы. Приматы достаточно обширная группа, и мы с вами их чаще всего называем обезьянами, хотя слово обезьяны не совсем точно, потому что кроме, собственно, обезьян, еще отсюда относится большая группа лемуров, которые, ну, отличаются достаточно серьезно от нас с вами, хотя бы внешне, но, тем не менее, это тоже приматы. Поэтому мы сегодня говорим о приматах, в первую очередь имеется в виду обезьяны. Так, ребят, проходите, пожалуйста, проходите. Вот там наверху места есть, придется где-то потесниться по всей вероятности. Посадим, вот здесь вот можно посадить, вот там я вижу места есть. Итак, конечно, когда мы смотрим вот на эти портреты, то, что высветилось на экране, конечно, мало кому из вас или вообще из нас кому-то хочется выглядеть как вот эти наши добрые друзья и соседи, но, тем не менее, это факт. И вот мы сегодня, говоря о том, что мы произошли от обезьян, все-таки помним, что действительно наше систематическое положение, наше... Так, ребят, проходите, извините, пожалуйста, мне приходится отрываться уж, конечно, но опаздывают ребята. Проходите, давайте, ищите места, располагайтесь. Итак, говоря о нам, о нас с вами, как о приматах, вот я перед вами представил картинку, где показано наше систематическое положение. То есть однозначно и бесповоротно мы с вами относимся, ну, то, что мы млекопитающие, это многие из вас знают, но взрослые, кто постарше, прекрасно понимают об этом, что мы млекопитающие. Но, кроме того, у нас еще, видите, более дальние глубокие связи вообще, в принципе, с клеточными животными. Но мы пойдем, конечно, не с такой дали, а идем непосредственно вот где-то последние три строчки, говоря уже непосредственно о человеке. И вот, глядя вот на эти портреты сравнительные, когда мы с вами видим человека и обезьяну, конечно же, мы определенное сходство видим даже сейчас, когда мы вот просто, вот я взял первые попавшиеся картинки, даже на тех обезьян, которые, собственно, и не являются нашими предками. Ну, к счастью, здесь представили портреты особей мужчин. Вот, девушки, естественно, в этом плане, вы очень далеки от этого, и уж и в эволюционном плане по своим изменениям гораздо дальше. Поэтому я даже, так сказать, не касаясь этого деликатного вопроса, мы с вами говорим о мужчинах, в первую очередь, которые ближе всего и похожи на обезьян. Итак, если мы с вами посмотрим на некоторые экологические характеристики, вот обратите внимание, пожалуйста, вот то, что здесь написано, я мог бы закрыть слово приматы, а вместо слова приматы просто поставить слово человек. И, по всей видимости, любая из этих характеристик, она абсолютно точно совпала бы с тем, что здесь написано. Аналогичным образом я мог бы поставить вместо слова человек шимпанзе, и мы с вами получили бы тот же самый результат. К чему я веду? К тому, что наши биологические корни, хотим мы или не хотим, это изучено уже на протяжении тысяч лет, с того момента, как человек себя осознал человеком и начал себя сравнивать с природой, но тем не менее, все наши биологические свойства, биологические характеристики человека, они сохранились и по сей день. Так, ребят, еще раз отрываюсь, пожалуйста, проходите, не стойте, пожалуйста, в коридоре. Вот этот ряд более свободный, вот сюда можно пройти. Теперь обратимся в наш мир, в наш социум. Итак, современный человек. Я вот буквально вырвал из интернета несколько таких картинок, которые, ну, как бы характеризуют современные ситуации. То есть мы с вами люди, не просто люди, существа продвинутые, в силу, так сказать, своих возможностей мы создали многое такое, что в природе и не существует, и никогда не существовало. Поэтому вот эти только небольшие картинки подтверждают то, что мы с вами очень далеко ушли от природы и, собственно, создали свой мир, свой социум, который, в принципе, определяет нашу с вами сущность как человека, человека разумного. Говоря о том, кем мы были, не хотелось бы буквально двух словах сказать насчет наших перспектив. В интернете, если вы зададите этот вопрос, вы увидите огромное количество всевозможных вариантов того, что может быть с нами, если мы с вами будем, так сказать, продвигаться дальше, вот в своем, так сказать, развитии. И вот одна из таких картиночек, ну, вполне, так сказать, она может быть реальной, потому что такое существо, которое сидит, нажив, как у настоящих обезьян, сидячую мозоль сзади, это все вполне реально, и это может быть. Ну и, соответственно, масса всяких потерь, связанных с использованием постоянно компьютерной техники, гаджетов. Не хочу ничего говорить, не хочу и каркать по этому поводу, это нужно специально лекцию вам читать, но мы с вами теряем зрение, хотим мы этого или не хотим, мы с вами теряем слух, говоря об они, они уже давно потеряли, и ряд других важных качеств, которые были необходимы нам когда-то, когда еще мы были совсем древние. Но это наши перспективы, не будем пока, будем воспринимать это пока с улыбкой. Итак, вот тот самый вопрос, с которым мы с вами начали, далеко ли мы ушли от своих предков. Обратимся мы, пожалуй, вот к такому понятию, понятие, которое называется хоминг. Ну, если переводить, понятно, это чувство дома. Собственно, все это на картинке там написано, вы можете посмотреть. Что такое чувство дома? Это по-другому, если назвать, это территориальная привязанность. Вот в этом плане мы, конечно, сравнивая себя с обезьянами, с приматами, можем сказать, ну что же вы говорите, Илья Зарьяч, все обезьяны живут в своих тропических лесах или саваннах, привязаны к своей территории, кто-то в саваннах, кто-то в тропических лесах и так далее. Дальше свои территории, они никуда не уходят, и абсолютно правильно. Давайте посмотрим мы с вами, насколько нам с вами чувство хоминга характерно, и оно осталось в нас. Так вот, оказывается, это чувство ничем не вытравишь, и мы с вами продолжаем вот это чувство хоминга ощущать. В чем это проявляется? Человек в силу своих современных возможностей может путешествовать куда угодно. Ну, многие из вас ездите постоянно или регулярно куда-то выезжаете, за границу, в путешествия и так далее. Но у каждого человека всегда в душе есть какая-то географическая точка, которую он называет своей родиной, своим родным домом. Даже если вы, например, переезжаете из квартиры в квартиру, ну, бывает такое, получает квартиру, расширяет, переехали замуж, вышли, все такое. Но у вас опять-таки в душе есть такая точка, когда вам туда хочется вернуться и ощутит вот это ощущение родного. Вот это и есть чувство дома, по-другому это называется территориальная привязка или хоминг. Конечно, мы не можем в нашем цивилизованном обществе говорить территориальная привязка. Вот придумали слово хоминг, но в основе своей лежит именно эта характеристика любого вида. То есть любое живое существо имеет свою определенную территорию, в пределах которых оно чувствует себя комфортно и защищенным. Вот это есть хоминг. Ну, давайте попробуем некоторые факты, попробуем. Ну, например, многие студенты живут в общежитиях, живут в комнатах по два, по три, а иногда и побольше человек, да? Я вот помню свои молодые годы, значит, четыре человека в общежитии. Вот, например, заходишь в комнату, четыре кровати стоят, да? Но ведь посмотрите, хозяина каждой кровати или места можно узнать. Он создает себе свой маленький мирок. Кто-то вешает картину, там, предположим, Рафаэля, кто-то пейзаж Левитана, кто-то национальную татарскую вышивку, у кого-то матрешка рядышком и так далее. Посмотрите, каждый из нас создает свой мир, тот, который ему дорог и близок. Вот это доказать того, что у нас это чувство хоминга, оно присутствует. Дальше. Вы поехали куда-нибудь далеко за границу, и вдруг на улицах бродите. Вот у меня такая ситуация была, я был, значит, далеко за границей, в Польше, и я с твоим товарищем заговорил на татарском языке. И, вы знаете, ко мне подбежала женщина и вот смотрела на меня, как на самого родного, близкого человека. И вот то же самое будет с каждым из вас. У нас совершенно незнакомые люди где-нибудь там за рубежом, если вы встретите, знакомую речь услышите, это родное роднее, роднее родного. То есть в этом плане это тоже подтверждение того, что чувство хоминга у нас присутствует, и оно будет существовать столько, сколько мы с вами будем живы. Так, следующее. Чувство дома еще слагается из каких-то конкретных картинок, из тех образов, которые сохранились в вашей памяти с самого раннего детства. Вот я сейчас тут эту картинку, может быть, поторопился, поставил уже, но я бы хотел спросить вас о следующем. У нас микрофон не заработал, да? Ну ладно, так тогда придется мне с места. Ну, например, если бы вам дали возможность, вот когда будете взрослые, может у кого-то такая возможность откроется, возможность выбора места для того, чтобы вы жили. Например, вам дают место, участок, ну теперь это так называется, да, молодоженам, выделяют участок для строительства дома. Предположим, дали им этот участок где-то в лесу. Что мы делаем? Начинаем убирать деревья лишние, да? Мы убираем деревья, потому что нам нужно строить, нам нужно открытое пространство, мы не можем в глухом лесу жить. Нам нужно, чтобы был некий обзор. Но теперь наоборот, вам дали участок на голом открытом поле, что мы начинаем делать? Сажать. То есть осенью мы начинаем обсаживать деревами, тем самым создаем некое, так сказать, пространство, покрытое лесом. Почему? Мы даже в мыслях у нас нет о том, что это от нас, извините, от обезьян пришло. Но это действительно так. Мы с вами получили информацию на чуть ли не генетическом уровне, что наша среда обитания, это что вот эти картинки, посмотрите, это саванны. Вот с правой стороны, если, наверное, не очень хорошо видно, это как раз картинка африканские саванны. То есть как раз Восточная Африка, где мы с вами, собственно, и произошли наши предки. А вот слева эта картинка, сельская, скажем так, окраина, замечательное место, дом недалеко от воды, открытое место, недалеко лес и так далее. Мечта, мечта лучше всяких богам и Таилантов и так далее. Вот в этом плане, повторяю, еще раз, вот оно чувство Хоминга и еще раз подтверждается тем, что мы с вами определенный, так сказать, некий образ имеем. И этот образ, но я говорю про людей, которые живут в России, понятное дело, если кто-то живет, ну здесь у нас нет никого, если кто-то живет в Африке или в Австралии, понятно, у них свои образы. То есть вот эти вещи, они сидят нас глубоко и, так сказать, надолго. Дальше, если мы с вами вспомним образ жизни наших предков, ну, естественно, и сравнивать будем есть и с приматами, мы знаем, что наши все предки были собирательны. То есть современные приматы большей частью как раз являются таковыми. Что такое собирательство? Это значит, группа животных посещает регулярно свою, так сказать, территорию и на этой территории начинает собирать все, что попадется, как говорится, под руку, потому что все это является съестным. И поэтому, конечно же, постоянное вот это вот курсирование по определенным маршрутам вырабатывает определенные механизмы, не механизмы, а правила поведения. Что-то съели, что-то оставили, что-то куда-то пошли дальше и так далее. То есть в этом плане собирательство – это то, что присуще всем приматам. Соответственно, давайте посмотрим, насколько с вами это собирательство присутствует в нас. Понятное дело, мы сейчас добываем корм, совершенно не занимаясь этим. То есть мы как бы идем в магазин или, так сказать, супермаркет, соответственно, приобретаем необходимо, привозим домой и, так сказать, этим и довольствуемся. Итак, вот они, элементы собирательства, которые в нас сидят до сих пор. Что такое? Вот я объясню, почему эти картинки, казалось бы, не связаны друг с другом. Первое. Ну, давайте обратимся мы к тому собирательству, которое было присуще нашим предкам. Итак, первобытные люди, еще недалеко ушедшие, скажем так, от диких приматов, занимались собирательством на своей территории. Что на этой территории могло быть? Ну, что они могли находить каждый день, обходя эту территорию? Ну, это же, пускай и большая территория, но практически каждый день. Занятия же другие не было, интернета не было, так сказать, автомобиля не было. То есть все, что необходимо было, это нужно было пищу и защита. Вот они постоянно были в поиске, собирали. Что они могли собирать? Они вчера только на этой территории были. Это значит, случайно что-то попало, что-то упало, что-то погибло, она начала, так сказать, здесь эта тушка, так сказать, последнее свое, так сказать, пристанище на этом участке и так далее. То есть практически большей частью люди постоянно потребляли то, что им природа преподносила в виде каких-то уже полу, скажем так, и сливающих, не могу сказать, портящихся, как-то не очень хорошо звучит, да. Но тем не менее продукты, которые находились уже в состоянии, ну, если мягче сказать, не первой свежести. Это могли быть трупы, это могли быть скисающие яблоки, это могло быть что-то другое. Вот посмотрите, сейчас с нами, у нас с вами есть соответствующий аппарат, ферменты, которые позволяют нам переваривать разнообразную пищу. Так вот, в процессе собирательства человечество выработало механизм перерабатывания вот таких уже продуктов, которые находятся на определенной стадии разложения, если хотите. Поэтому все кисломолочные продукты, что это такое? Это молоко, которое уже скисло. Вот, пожалуйста, первый, так сказать, пример. Второе. Что такое рыба, особенно вот копченая и прочее? Любая рыба, которую мы с вами едим, она уже с первой же минуты, как-то ее вытащили из воды, она начинает сразу разлагаться. Я вам поясню, сейчас поясню. Когда мы с вами, так, прям слюнки потекли, скумбрию холодного копчения разворачиваем, да? Помните, вот эти вот золотистые, так сказать, налет, эти жирные такой кусочек скумбрии, прям слюнки текут, вот, расходятся такими маленькими пластиночками, знаете, да? Это мышцы. Вот скажите, у какой, скажем так, мышцы, вот, ну, кто немножко биологию знает, вы знаете, мясо так просто на пластинке разложить невозможно, на волокнах. Мы с вами кусаем мясо, жуем, варим долго и так далее. А у рыб немножко по-другому. У них практически вот эти все волокна мышечные, они окружены соединительной тканью, которая моментально начинает разлагаться на открытом воздухе. И поэтому рыба, только ее вытащили, пока еще ваш папа не привез ее, так сказать, даже если она через час поступила к вам на стол, и вы ее начинаете потрошить, она уже находится на стадии разложения. Во всяком случае, ее мышечные системы, это точно. Поэтому мы с вами вот эту страсть к поеданию подобной пищи в виде копченых, полукопченых и прочих продуктов, это все, естественно, все именно еще продолжается с тех самых времен. По поводу собирательства. Вот еще несколько примеров того, что мы вполне можем есть даже сырую пищу. Ну, например, до сих пор у многих северных народов существует традиция. У них там есть свой сабантуй, когда вот эти северные народы собираются всей семьей на праздник рыбы. Ну, она по-своему называется. Когда люди за неделю до этого праздника ловят рыбу и ее закапывают в землю. Ровно через неделю приезжает весь сабантуй, и они начинают разрывать эту рыбу, и есть вот такой сырой полуразложившийся. Это как раз вот те самые элементы, которые нам еще раз доказывают, что мы с вами потребляем не совсем свежую. И это для нас вполне естественно, потому что мы это получили еще в тех самых незапамятных времен. Ну, а сам дух собирательства в нас, опять-таки, он сидит крепко. Ну, скажите, вот эти примеры. Понятное дело, я даже себя увековечил на картиночке, да, с грибами. Вот, то есть я хочу сказать, вот здесь непосредственно наше собирательство, вот оно здесь. Причем, обратите внимание, когда мы с вами собираем ягоды или грибы, вы видите, в лесу есть много народа, вы когда-нибудь слышали чей-нибудь крик, который бы призывал вас к себе? Люди, идите сюда, здесь так много ягод или грибов. Нет, да? Нет. Люди, тихонечко, но в лучшем случае ребенка подзывают, ну, своих близких, знаете, что это все на их стол попадет. Вот, все собирают тихо, спокойно, мирно, чтобы никто чужие не подошел и бегом, 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 быстрее, быстрее, чтобы быстрее собрать, так сказать, то, что, так сказать, ему Бог послал. Дух собирательства в нас остается до сих пор даже вот в таких проявлениях наших хобби. Хобби у нас разные. Кто-то собирает бабочек, кто-то собирает, вон, деньги даже, вон, видите, да, кто-то собирает, вот, растения, кто-то одежду, ну, девушки, это у них слабость, вот, кто-то просто камни даже, ну, например, мы на практику едем со студентами, например, на Черноморское побережье, так у нас студенты везут полрюкзака разных цветных камней, понимаете? Нет, чтобы привезти что-нибудь, лишнюю дыньку родителям, да, вот, нет, везут эти камушки, они красивые, они, правда, я сам тоже грешен, тоже привез огромное количество. Далее, если говорить о вещах серьезных, в биологии есть такой замечательный закон, он называется так, биогенетический закон. О чем гласит? Для тех, кто, ребят, помладше, кто не изучал, значит, поясню. То есть, любой организм, пока он развивается в утробе матери, он как бы проходит все этапы развития своих предков. Мы с вами берем начало, вот, наша жизнь начинается тоже с одной клетки, как и жизнь на земле, когда-то она начиналась с одной клетки. Вот те же самые этапы постепенно-постепенно, в течение 9 месяцев повторяются в утробе матери, пока наш ребеночек развивается внутри своей матери. Вот эти вещи, надо же помнить, от этого нам никуда не уйти. Это закон природы. Так вот, теперь, оказывается, вот этот биогенетический закон, на уровне зародыша, его можно продлить и дальше. Поскольку, в общем-то, многие вещи, которые мы говорили о том, что присущи обезьян, они, так сказать, всплошь и рядом проявляются, даже уже будучи не в эмбеллиональном состоянии. Ну, например, мы с вами все прекрасно орудуем, скажем так, своими ручками. Это универсальное, скажем так, орудие для всего. Мы с вами руками хватаем, бросаем, делаем какие-то ювелирные, так сказать, манипуляции. Можем, ну вот, насмешу вас с девочками, я обращался по поводу их красоты. Я, например, видел, ну, правда, не вчера, а достаточно лет 10-20 назад, ой, лет 20-30 назад, наверное, уже, когда одна девочка покрасила себе ресницей и иголкой девочки раздвигала, это, как это называется, слипшиеся ресницы, раздвигала иголкой. Вы представляете, какая миниатюрная работа? Это же, это такое мастерство, супер! Так вот, по поводу рук. Посмотрите, наши руки продолжают выполнять главную функцию в нашей жизни. То есть, без рук мы, ну, как без рук, другого слова не подберу. И вот, посмотрите, пожалуйста, на те картинки, когда мы видим с вами обезьян. Обезьяны, естественно, руками могут, так сказать, пользоваться, ну, в полном объеме. И лазают, и бегают, и защищаются, и бросают, и так далее. Все делают руками. Мы с вами в точности также продолжаем этот процесс. То есть, мы, вот, для нас эти руки являются основным средством нашего существования. Естественно, когда мы смотрим на акробатов, когда мы смотрим на спортсменов, которые ловко, так же, как обезьяны, могут кружиться, качаться, скакать и так далее, используя вот эти руки, а процесс это не процесс, явление это называется брахиация, конечно, в первую очередь приходят, конечно же, наши приматы. То есть, то, что мы от них сохранили. И причем это качество мы не теряем долгое время, потому что при желании, это, опять-таки, больше касается, конечно, мужской части нашего населения, при желании можно достичь больших результатов. И наши спортсмены, олимпийцы очень часто показывают потрясающие просто результаты, как они могут с помощью рук совершать такие движения, такие спортивные движения, просто чудеса. Следующий момент. Мы говорили о том, что мы повторяем отчасти своих предков. Ну, вот, посмотрите, какой ребенок, который развивается, мы все с вами этот этап прошли, не прошел стадию четвероногости. Практически мы все начинаем ползать на коленках, как кто-то потом уже, так сказать, на полную вытянутую ножку. Есть детишки, которые не могут на коленках лазить, а именно вот на четвереньках. Но, тем не менее, везде один и тот же механизм. Мы с вами все должны пройти вот этот этап четвероногости, потому что это было наше, добытое в процессе эволюции нашими предками, и мы этот этап должны пройти с тем, чтобы сформировать соответствующие, так сказать, были изменения. В первую очередь, это касается позвоночника, наших мышц, костей, в целом фигуры и так далее. И в этом плане четвероногость для детей, она присуща. Ну, посмотрите, вот там четвероногая мама и ребенок, да? У мамы совершенно пропорции другие, то есть она не может так вот, как вот ребенок на вытянутых ножках, на четвереньках ползать. А маленький ребенок это делает без всяких усилий. Следующее. Вот небольшой нюанс. Свою племянницу, так сказать, сферафировал, как она поедает с удовольствием косточку, обгладывает, да? Ну как, зубиков у нее нет, но она обсасывает, по сути дела. Дело в том, что для приматов не характерно потребление мяса. Просто уж мне подвернулась эта картинка. Смотрю, приматы то же самое. От того, что не хватает им иногда, так сказать, белкового питания, они себе устраивают такие праздники. Могут добыть даже птицу, разоряет гнезда птичьи и так далее, зазевавшуюся мышку. И вот, во всяком случае, вот такие обгладывания костей, это характерно, собственно, и нашим приматам. Вот видите, наши детки тоже порой успешно это повторяют. Сжимание пальцев, хождение, цепляться за мать и прочее. На четвереньках, вот смотрите, все эти вещи, все это мы с вами переживаем, пока мы с вами маленькие дети. И в этом отношении, конечно, маленькие приматы и маленькие, скажем так, детки, они еще больше друг на друга похожи. И вот эти вот хватательные рефлексы. Ну, например, мама ваша знает прекрасно, что когда вы подрастали, вам еще было несколько месяцев от роду, вы еще не говорили, ничего не делали, они приходят с вами к педиатру, к врачу, и врач берет ребеночка, дает ему пальчики, вот так вот, чтобы он схватился. И держит ребеночек что? Мертво. Мама крепко держит, потому что врач поднимает ребенка, многие мамы просто в обморок падают от этого эксперимента, но на самом деле врачи абсолютно спокойно, они чувствуют. Здесь у ребенка нормальная реакция, он будет держаться, висеть, не понимает, не слышит толком, не видит ничего, не соображает, а держится крепко. Почему? Как вы думаете, почему этот хватательный рефлекс у нас сидит крепко до сих пор? Да потому что у приматов детеныши всегда держались за своих мамочек крепко, с тем, чтобы, так сказать, не оторваться. Обезьяна мама, она ведь тоже прыгает, она ведь не может сидеть, как наша мама декретно, 3 года, да, отдыхать. А ей нужно жить, вот, и поэтому она и прыгает, и скачет, и тоже так же добывает корм и прочее. Поэтому ребенок у нее к шерсти цепившись все время при ней. И если он вот это ощущение, этого хватания не выработает, он просто погибнет. Поэтому тут вопрос жизни и смерти. И в этом плане, конечно, вот эти маленькие детеныши обезьян постоянно на спине или на груди у взрослой обезьяны, и это для них спасение. То же самое невольно происходит и у наших детей. Они этого не понимают, неосознанно, но этот рефлекс срабатывает постоянно. Следующее. Любой маленький ребенок, да и не только маленькие, у нас многие, например, девочки, они любят, когда у них есть какая-нибудь игрушка мягкая. И это даже будучи взрослой, там, ну, я уж не буду показывать, моя жена, она уже слишком большая, да, но это вот она, игрушка вот возьмет мягкую, да, вот память о детстве, там, о юности и прочее. Почему мы все время, особенно у девочек, вот эта вот тяга к мягкому? Вот посмотрите. Дело в том, что так получилось, что в процессе, вот, так сказать, со своей социализации, конечно, детеныши и родители всегда были наиболее близки. И в этом плане, вот этот вот поиск чего-то мягкого рядом придавало всегда ощущение спокойствия, защищенности. И поэтому, конечно же, любой маленький детеныш, это, ну, обезьян это, понятное дело, старается вот тоже так же уткнуться во что-нибудь мягкое, то есть тем самым, как бы, мы, недостаток вот этого вот отсутствия мамы рядышком. Мамы ведь, ну что у нас, современные мамы положили в кроватку, да, и пошли пока готовить ужин, другие дела, другими делами занимаются, диссертацию пишут там, предположим. А ребенок должен спать, вот поэтому для него это как бы, вот видите, вот племянница моя, вот она заснула, тоже прижавши себе, так сказать, мягкую игрушечку. Тоже все это и оттуда. Пожалуйста, вот они, все эти примеры. И еще один момент. Мы всегда, когда засыпаем, обратите внимание, взрослые люди, мы когда с вами засыпаем, мы как с вами засыпаем? Большинство людей, как правило, засыпает уткнувшись или в стенку, или одеяло вот так вот подвернет, вот так, чтобы, так сказать, темно было к тому же еще. В этом отношении, конечно же, это опять-таки сохранилось еще с тех самых времен, потому что мы с вами только так чувствуем соозащищенность. В этом плане небольшой, так сказать, вам совет, особенно молодым мамам. Мы сейчас любим ставить кроватки в середине комнаты, потому что очень удобно к ребенку подходить. Так ведь? Можно и справа подойти, ухаживать за ребенком, и с левой стороны, и так далее. Но опыт показывает, детские психиатры говорят о том, что если кроватка стоит у стенки, ребенок себя чувствует значительно, спокойнее. И второй момент. Если уж вы поставили в середине, потому что действительно удобнее ухаживать, тогда будьте добры стенки заставлять, вот как это сделано. Вот там, видите, там одеялкой, чтобы ребенок мог уткнуться в эту одеялку, и это ощущение того, что ты вот куда-то в угол уткнулся, оно его сопровождало. Вот в этом плане это тоже нужно для спокойствия, чтобы не беспокоился ребенок. Следующий момент. Ребенок все, что ползает по полу, берет все в рот. Для мам это, конечно, сами понимаете, они должны следить, и они следят за этим. Но для большинства, если ребенок схватил что-то, и ты не успел вырвать у ребенка изо рта, из рук, катастрофа. Мы начинаем там, давай, плюнь, там и в рот ему лезем, начинаем вы так выковыривать, а ребенок нет. Если вы не успели, он обязательно это проглотит. Почему? Мы с вами говорили о собирательстве. Помните? Когда собирает кто-то, он что-то находит, он что, не кричит всем, мы договорились уже об этом, а скорее берет в рот, чтобы никто у него не отобрал. Маленький ребенок, ползая дома на ковре или где-то там на мягком покрытии, повторяет абсолютно один к одному тот же самый рефлекс, что у наших приматов. Ну, например, причем, смотрите, ну вот, приведу пример. Когда у меня родился ребенок, естественно, вот он начал ползать, она начала ползать, жена, естественно, мама говорит, немедленно все помыла, пылесос, чтобы там ни одной пылинки не было. Все пропылесосили. Все. Итак, ребенка выпустили, она ползает, и вдруг, хоп, чего-то, и тащит в рот. Я, естественно, успел, так сказать, выхватить какая-то былиночка. Теперь, значит, думаю, а чушь я так убирался, но, естественно, получила по шапке, что я неплохо, плохо убрался. Но! Потом я провел эксперимент. Вот посмотрите, ребенок ползает над этим ковром, высота 15 сантиметров, да? Я лег на этот ковер, который я сам чистил, и посмотрел вокруг себя на то, что я почистил. Я был в ужасе за свою недобросовестную работу, потому что, ну, не все видишь сверху. То есть мы вот так вот смотрим, а он вот на какого расстояния. Поэтому, конечно, он видит очень много, и все, что он там видит, незнакомо, он тут же берет и хватает в рот. Сколько минут? Пять минут осталось? Десять минут осталось? Отлично. Успею. Поэтому вот в этом отношении, повторяю еще раз, это то же самое, что мы с вами говорили, говоря о собирательстве. Дальше. Любой ребенок, который, так сказать, когда он маленький, всегда боится потерять связь с мамой, с родителями. Посмотрите, когда ребенок остается один, и что-то с ним случается, он упал споткнулся, вот он бегал, бегал, вдруг споткнулся, упал, сел, начал кричать. Кричит, в первую очередь, кого? Нет ни одного ребенка, который бы закричал папа. Все дети одинаково кричат мама. И это не случайно, потому что именно мама, она, так сказать, была вот тем и надежной, надежной опорой, защитой во всем и все. И поэтому это теряет, не теряется, это не только для приматов, для человека, это характерно, в принципе, для любого животного. Даже, предположим, мама, она присутствует ведь всегда у нас. Ну, предположим, такие эксперименты. Стоит человек там, неважно, у ребят такие шутки не проходят, а с девочкой можно еще поэкспериментировать. К девочке какой-нибудь подойдешь сзади, тихонечко раз, она вскликнет, и так, ой, мамочки. Ну, все знают, тут же вспоминают мамочку. Никто ведь не говорит, ой, папочка. Все говорят, мамочка. Мамочку мы вспоминаем очень часто, ну, даже слишком порой бывает. Ну, вот, например, тут картинка, вот я уж поместил здесь на свой страх и риск, да, ну, мамы знают, когда они рожают ребеночка, они тоже, я не присутствовал, говорят, это для не мужчин картина, вот, но, тем не менее, там тоже, согласитесь, мамы, кричат, не кричат, зовут маму на помощь? Зовут, зовут, все говорят так. Так, детские привычки. Детские привычки, ну, их много, об этом можно было целую лекцию читать, но, тем не менее, вот некоторые из них, давайте посмотрим. Инстинкт собственника или по-другому инстинкт воришки. Вы знаете, у маленьких детишек всегда есть вот это ощущение что-нибудь стащить у кого-то. Если родители едут из гостей и вдруг они в руках ребенка видят что-то чужое, кошмар, все, у тебя уже в голове, ой, растет воришка, что делать, безобразие, ну, что-то надо предпринимать. Ничего не надо предпринимать, это пройдет само собой. Надо ребенка просто один раз объяснить, что, ну, понятно, родители находят язык своими детьми и этого будет достаточно, чтобы он к этому, так сказать, отнесся правильно. И ни один ребенок, так сказать, это чувство, ну, к сожалению, у кого-то это до взрослости может быть доходит, но в большинстве нормальных людей, как правило, это чувство быстро, так сказать, уходит. Следующее. Боязнь темноты. Опять-таки, мы с вами боимся темноты, ну, например, если кто-нибудь остается один дома, это я повторяю, это даже у мужчин, не думайте, что это только девочки боятся или дети, даже у мужчин, если ты остаешься один, тебе всегда бывает не очень комфортно. Если ты не найдешь себе другое, никакое занятие, да, которое бы тебя отвлекло, ты включаешь музыку, свет, телевизор, ну, всегда, во всяком случае, ощущение того, что ты не один. Это тоже от чего? Потому что мы, будучи приматами, мы получили этот страх темноты, потому что все приматы являются дневными животными, ночь для нас это опасность. И в первую очередь опасность, исходящая от наших исконных врагов, это кошачья. Игры. Про игры буквально два слова. Ведь что такое игры детей? Это как бы проигрывание реальных ситуаций. Ну, в частности, мальчики какие игры играют? Догонялки, стрелялки, войнущики, пулялки и так далее. Понятно, да? Большей частью. Это то же самое, что, в принципе, и будут для взрослых характерны при определенной жизни ситуации. То есть мы вырабатываем эти качества. Это опять-таки все то, что, в принципе, необходимо именно мужчине. Девочки посмотрим. Что у девочек? Ну, у девочек свои игры, да. Дочки, матери, жених и невеста там, и лечение всякие, врачевание. Вот это все пришло то же самое, не случайно. Хотя это обезьянам не характерно, но тем не менее, проигрывание неких жизненной ситуации. Вот о чем идет речь. Вот эти игры девочек. Ну, игры мальчиков, и, может, уже об этом говорили. Да, кстати, я сказал, наши исконные враги это были кошачьи. Леопарды, тигры. Вот кто охотится на приматов. Поэтому сейчас, когда мы с вами одежду делаем такую, чтобы она была вот кошачий окрас, тигровый окрас или леопардовый, невольно мы с вами отдаем дань уважения именно этим животным. О том, что как бы они видят, что мы к ним относимся с уважением, хотя и носим их шкуры. Так, вот даже такие вот названия. Машина даже, тигр, танк, или леопард, ягуар в автомобиле, ну и так далее, и так далее. Об этом можно говорить. Дальше. Что такое молодежные тусовки? То есть, когда мы с вами, молодые люди, вы все, так сказать, участники этих событий, мы с вами, ну, образно говоря, кучкуемся. это, опять-таки, не случайно, потому что и у приматов в точности так же, молодые подросшие обезьяны, как только отрываются от матерей, а матери уже заводят себе другого детеныша, они образуют такие вот холостяцкие стаи, своей группой, где они, так сказать, отрабатывают многие жизненные ситуации. Ну вот, посмотрите, что у шимпанзе, что и у нас с вами, абсолютно один к одному. мы тоже самое в своих компаниях отрабатываем механизмы, скажем так, общения со своими людьми и так далее. Ну и говоря об игрушках, я уже начал говорить. Еще такой важный момент. У всех детенышей, у любого зверушки, в том числе у приматов, их дети, как правило, всегда приводят нас в умиление. Они симпатичные, мордашки. Вот смотрите, там, предположим, взрослую гориллу, вот там внизу картинка, и маленькие, так сказать, детеныши, или у шимпанзе. Очень забавно. Вот это свойство, оно характерно в целом для всей, так сказать, для всего живого. Если мы с вами посмотрим на нас, с вами мы в точности такие же. Такие же симпатичные детки, ну, родители чуть-чуть, может быть, пострашнее. Это опять-таки мы с вами, мы с вами повторяем те биологические закономерности, которые характерны для любого живого существа. Ну и потом, конечно, когда мы с вами приходим в зоопарк, обратите внимание, никто не толпится часами около клеток, там, предположим, страуса или медведей. посмотрят, полюбуятся и проходят дальше. А вот около обезьян толпа всегда. Люди смеются, чего-то там комментируют, чего-то там кричат, пытаются с ними какие-то контакты наладить. и это не случайно. И это не случайно, понимаете, не случайно, потому что мы в обезьянах видим карикатуру на нас самих. Мы видим в них свои человеческие качества, которые нам кажутся смешными. Да, мы люди-человеки, мы люди 21 века, мы с вами совершенно иные, но вот эти вот обезьянничие, они у нас, видите, сидят. И когда в некоторых ситуациях мы остаемся одни, с друзьями, никого чужих нет, каждый из нас любит пообезьянчить. И вот в зоопарке эти обезьяны нам показывают все эти возможности. Поэтому грязи, так сказать, вот на вот эту замечательную картинку, когда обезьяна смотрит на череп человека, вот, сравнивает себя с ним, мы можем сказать, да, у нас с ними очень много общего, очень много такого, что нас сближает, и мы от них свое родство, так сказать, не можем оторвать. Но тем не менее, мы с вами ушли далеко вперед, и при всем своем желании продвигаемся дальше в своем развитии. Ну и вот хотелось бы закончить тем, что мы все-таки больше в последнее время себя чувствуем людьми и должны таковыми оставаться. Уходите подальше от обезьянных привычек, оставайтесь людьми. Спасибо, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Будем, выйдем на центр. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ